Вы смотрите MarketWatch это краткий обзор главных событий мира финансов. На минувшей неделе было мало публикаций важных макроэкономических отчетов, а также инвесторы не услышали заявления от представителей центробанков, способных существенно изменить настроение на финансовых рынках. И лишь опубликованные данные по рынку труда в США немного оживили покупателей на фондовом рынке. Именно поэтому предстоящий релиз данных по инфляции в США, может оказать действительно сильное влияние на рынок. Если же произойдет замедление темпов роста индекса потребительских цен, то риск дальнейшего ослабления доллара США и укрепления ключевых фондовых индексов, значительно увеличится. В первую очередь следует обратить внимание на предстоящий релиз данных по изменению индекса цен производителей в США. Публикация этого отчета состоится во вторник, а уже в среду появятся данные по инфляции. И в первом, и во втором случае, профильные эксперты не прогнозируют значительного снижения. Поэтому лишь неожиданное замедление этих показателей может увеличить вероятность снижения ключевой процентной ставки Федрезервом. В противном случае, весь достигнутый успех на предыдущей неделе может быть компенсирован распродажами на текущей неделе. Ведь рост инфляции, в том числе увеличение индекса цен производителей, резко снизит вероятность двух и более снижений ключевой процентной ставки американским регулятором. Также следует уделить внимание предстоящим публикациям отчетов по инфляции в Германии и по еврозоне в целом. Но не менее важными данными могут стать два релиза по рынку черного золота. Начнем с предстоящей публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Все внимание в этом отчете будет сосредоточено на изменении прогноза по спросу и предложению нефти. Немногим позже на текущей неделе состоится релиз данных по изменению запасов нефти в США. Неожиданно сильное их увеличение, может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки. Но на общее настроение рынка, будут влиять не только новости с рынка нефти, но и отчеты по инфляции. Завершая сегодняшний обзор, обратим внимание на рынок криптовалют, который остается под давлением продавцов. Ключевой причиной, по которой риск развития медвежьего сценария увеличивается, можно выделить отсутствие бычьих фундаментальных факторов. Проще говоря, покупатели не понимаю зачем им покупать биткоин и остальные монеты, что в свою очередь способствует общему охлаждению интереса к этому рынку. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.